Торжественная линейка, которая откроет новый учебный год, будет, пожалуй, единственным привычным событием для школьников. Сам учебный процесс в этом году будет организован по-новому. К примеру, чтобы минимизировать контакты, каждый класс будет закреплен за своим кабинетом. Во время перемен дети должны будут выходить в рекреации, чтобы учителя могли проветрить и обработать кабинеты. Для этого учреждения образования сейчас закупают дополнительные рециркуляторы воздуха, средства индивидуальной защиты и санитарной обработки. Санпины разрешают проведение уроков химии, физики и технологии в специализированных кабинетах. Уроки физкультуры будут проходить в спортивных залах. Педагогам и ученикам будет разрешено находиться в школе без масок и перчаток. Однако работникам пищеблока средства индивидуальной защиты потребуются. До 18 августа идет приемка школы, работают совместные комиссии. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Сейчас Министерство просвещения Российской Федерации готовит нам рекомендации проведения линей. Это будет общий подход по всей стране. И начиная со 2 сентября мы в соответствии с требованиями санпинов, новых санпинов от 30 июня 2020 года, мы принимаем детей с 1 по 11 класс в школы в формате, когда каждый класс закреплен за конкретным кабинетом. Глава региона дал поручение проработать вопрос о том, чтобы уже в последнюю неделю августа детские сады в Самарской области начали работать в прежнем обычном режиме. На сегодняшний день действует 3349 дежурных групп. Их посещают более 40 тысяч детей. С 10 августа отменены разновозрастные группы, ребята занимаются со сверстниками, принимают в детский сад при наличии справки с работы от одного из родителей. Областной Минкульт внес предложение разрешить открыть кассы театров и концертных залов с 12 августа и с 1 сентября начать сезон для зрителей при заполняемости залов не более чем на 50%. Репетиции уже идут, в театрах запланированы первые спектакли. Дмитрий Осаров подчеркнул, важно обеспечить безопасность зрителей. И чтобы понимать, как правильно организовать процесс, нужно уже в августе провести прогонные спектакли и отработать процедуру прохода и рассадки зрителей. Я бы предложил и театру тоже какие-то прогоны предварительно сделать. Не всем театрам. Мы вот с вами благодаря концерту Гергиева поймем, как это в больших залах делается. Давайте, может быть, и выберем какой-то коллектив, театральную трубку, где в малом зале тоже посмотрим, как можно проводить спектакли, концерты. Также на совещании рассмотрели возможность провести в конце августа ставший уже традиционным для Самарской набережной «Волга-фест». В этом году в формате ярмарки культурных проектов, программа которой будет формироваться с учетом требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. Виктория Шарая, События.